Здравствуйте! Это тележурнал на канале СТВ, программа о звездах, стиле и красоте. И я, ее ведущая Оксана Федорова, главный редактор журнала Мода Топикал. А сейчас поговорим о модных тенденциях этого сезона. Известный фэшн-эксперт, телеведущий, имиджмейкер Олег Тавнопольский продолжает свой рассказ о том, как подбирать сумки и обувь людям с крупной комплекцией. Основной проблемой у полных женщин является обувная позиция, потому что многие женщины не всегда комфортно чувствуют себя на каблуке. Давайте попробуем разобраться, какая обувь будет для вас наиболее удобной. В моду вступили мужские ботинки на низком ходу. Это удобная, практичная модель, которая всегда и в любой ситуации спасет вас, как по случаю делового бизнес-кода, так и по случаю любых кэшел-выходов. Обратите внимание на то, чтобы модель обуви была выполнена в классическом цвете. При этом вы можете легко и просто лавировать с различными стилями. Так, например, декор в стиле фетиш сделает ваш образ более выразительным и смелым. Обратите внимание на то, чтобы вся обувь, которую вы выбираете, была на устойчивой платформе. В случае, если это каблук, это должна быть очень практичная модель, в ней должно быть удобно, у вас не должны отекать ноги. Старайтесь обращать внимание на то, чтобы все-таки модели были классически сдержанной. Яркие выразительные модели могут только обратить внимание на излишнюю полноту ног. Такую сумку можно легко вписать как в консервативный строгий деловой гардероб, так и использовать по случаю кэшел-выходов. С такой сумкой данной пропорции вы всегда будете выглядеть очень сдержанно, очень органично, и композиция будет смотреться очень правильно. Старайтесь обратить внимание на то, чтобы в таких сумках было как можно меньше декора, потому что это классическая базовая модель, которая всегда наилучшим способом впишется практически во все ансамбли вашего гардероба. Данные модели в стиле портфель очень актуальны, сегодня востребованы. Они подходят практически под разные фигуры. Главное определить свой цвет, свою фактуру ткани, и, безусловно, выбрать правильную форму. Мне кажется, что чем объемнее бедра, тем сумка должна быть среднего размера. Если у вас проблемная зона сосредоточена именно в нижней части, носите портфель под мышку для того, чтобы обратить внимание на верхнюю часть вашего тела, и тем самым сбалансировать фигуру, потому что любая модель более объемного характера, которую вы будете носить в руке, визуально еще больше поддерживает нижнюю часть фигуры, что будет не совсем правильно и приемлемо в вашем случае. Размер аксессуара, такого как сумка, должен сосредствовать пропорции вашего тела, потому что женщина с размером плюс сайз, которая будет держать в руках маленькую, совершенно нелепую для ее пропорции сумочку, визуально обратит внимание еще больше на свои проблемные зоны. Поэтому старайтесь обращать внимание на то, чтобы все детали ваших клатчей, сумок, даже если они небольшого размера, имели объемные аппликации, принты и другие декоративные элементы, которые визуально смогли бы скорректировать вашу фигуру. Поэтому при выборе одежды всегда старайтесь обращать внимание на простоту и на невычерность линий, а при выборе аксессуаров обращайте внимание на то, чтобы все предметы вашего гардероба были многосложные и имели множество декоративных элементов. Но при этом самое главное не переборщить. Делайте свою жизнь ярче вместе с нами. И я, главный редактор журнала Мода Топикала Оксана Федорова, прощаюсь с вами. До встречи на канале СТВ. Субтитры подогнал «Симон»!